Привет! Привет! И зачем лет мне надоело? Сериал «Офис» стал настолько неотъемлемой частью современной американской поп-культуры, что психологи даже исследовали, почему люди так одержимы им. Выяснилось, что многие люди с запоем по два-три раза подряд смотрели «Офис» на Netflix. Причина, по которой люди испытывают потребность смотреть и пересматривать шоу «Офис», по-видимому, связана с положительным воздействием, который оказывает сериал, таким как снятие стресса, преодоление травмы или синдрома разбитого сердца. И даже преодоление психических заболеваний, таких как тревога и депрессия, «Офис» — это шоу, которое занимает такую большую часть нашей жизни, что некоторые фанаты не готовы расставаться со своими обожаемыми персонажами ни на минуту, и даже готовы выделить для своих любимых героев участок на своем теле, чтобы навсегда увековечить их на своей коже. В этом выпуске я хочу показать вам 10 самых популярных тем для татуировок среди ярых фанатов сериала «Офис». Каждый преданный поклонник «Офиса» помнит этот уморительный эпизод, где Кевин готовит свой знаменитый Чили, чтобы принести его в офис и угостить всех от души. Его подробные инструкции по утомительному процессу приготовления Чили стали еще более смешными, когда Кевин роняет кастрюлю, и его творение размазывается по полу, и эта сцена прекрасно изображена на этих татуировках. Любой поклонник этой серии и Кевина найдет эту татуировку удивительной и забавной. Любой поклонник этого культового шоу обожает отношения Джима и Пэм, и эта очаровательная татуировка дань их любви. На ней все без труда узнают чайник, который Джим купил для Пэм во время одной из офисных рождественских вечеринок. Джим набил заварочный чайник мелочами со смыслом, которые могли понять только он и Пэм. Он также написал Пэм любовное письмо и положил ее вовнутрь, но в последнюю секунду передумал и убрал его. Эта милая татуировка популярна по большей части среди фанатов женского пола. Одной из самых смешных и первых шуток, которые Джим когда-либо разыграл над Дуайтом, был тот раз, когда он поместил степлер Дуайта в желе. И эта татуировка точно иллюстрирует, как выглядело желе и степлер. И любой поклонник этой серии сочтет это прекрасной данью и уважения своему любимому шоу. Болванчик Дуайта был одной из его самых ценных вещей. В одном эпизоде показали, как этот персонаж получил в подарок свою куклу-болванку от своей тайной любовной поклонницы в то время Анжелы. И зрителям понравилось, как Дуайт был взволнован этим забавным подарком, который он так любил. Эта татуировка прекрасно иллюстрирует этот культовый объект. Возможно, самым знаковым объектом из серии «Офис» стала знаменитая кружка Майкла Скотта с надписью «Лучший в мире босс», напечатанная на лицевой стороне. Эта кружка часто использовалась Майклом и, безусловно, стала символом этого персонажа и шоу в целом. И эту татуировку высоко оценит любой поклонник. Одной из самых смешных шуток в «Офисе» определённым была должность Дуайта Шрута. И хотя Дуайт получил титул помощника регионального менеджера от Майкла, это не давало ему какие-либо особые преимущества, кроме титула, который Дуайт считал невероятно престижным. Однако Шрут часто называл себя заместителем регионального менеджера. Но Джим или Майкл всегда быстро поправляли его. Я в курсе последних слухов и хочу вам сказать, что... Я заместитель управляющего, я должен узнать первым. Ты помощник управляющего? Да. Эта татуировка прекрасно отражает это. Внимание! Любой поклонник найдёт эти чернила забавными, но не каждый осмелится набить такое у себя где-либо на теле. Можно только поаплодировать этому чокнутому фанату. Одной из самых весёлых сцен из всей серии «Офис» определённо был эпизод с манекеном. Этот эпизод, в котором был показан весь Дандер Мифлен на занятиях по искусственному дыханию в офисе, стал невероятно забавным, когда Дуайд решил возглавить тренинг. Каждый преданный фанат точно знает, как произошла сцена, изображённая на этой татуировке. И эта культовая сцена очень популярна у фанатов, как тема для тату. Я думаю, и среди вас найдётся желающий набить на своё тело этот знаковый кадр. Тюряга Майк был убойным персонажем, одним из придуманных Майклом Скоттом, которого определённо хорошо помнит каждый поклонник этого сериала. Тюряга Майк рассказал о своём пребывании в тюрьме и о худшем, что было в тюрьме, о дементрах. Самыми страшными в тюрьме были дементары. Летали повсюду, пугали всех, потом набрасывались и высасывали души. Этот забавный эпизод прекрасно проиллюстрирован в этой татуировке, и многие фанаты офиса посчитают за честь наколоть на своё тело портрет тюряги Майка. Шутки Джима над Дуайтом действительно никогда не устареют. Ещё одной классикой был день, когда Джим переоделся Дуайтом и пришёл в офис, точно действуя как он. Конечно, это сбило Дуайта с толку и заставило его закатить истерику. Джим очень хорошо вписался в образ, и никто не может забыть эту классическую фразу. И это точно одна из самых популярных тем для тату среди фанатов. Премия Данди была одной из самых забавных идей, которую шоу-офис когда-либо воплощала в жизнь. Каждый фанат помнит награду Данди 2005 года, и то, во что она в итоге вылилась. Майкл Скотт вручил награду «Самый усердный бобёр Филлис», но название награды было напечатано с ошибкой. Тут написано «Усёрдный бобёр». Я шо сказал «Усердный, идиоты». А, ничего. Мы это исправим, исправим, никому не показывай. И эта татуировка – хорошая отсылка к этому памятному эпизоду. А какую татуировку из увиденных вы решились бы сделать себе? Пишите в комментариях смело, ставьте лайки и жмите колокольчик. Теперь я замолкаю, чтобы вы могли насладиться ещё немного фанатским безумием. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»